Какие льготы предусмотрены по земельным налогам, когда ждать налоговые уведомления, обо всем этом не только сегодня рассказали в Управлении Федеральной Налоговой Службы ТУВ. По данным управления, за прошлый год жителям республики нужно оплатить около 200 миллионов рублей. Это гораздо меньше, чем было в прошлом году. То есть на 52 миллиона у нас количество, то есть сумма снизилась. Или в 1,3 раза. Это произошло за счет изменения в расчетах по налогу на имущество. По земельному налогу тоже у нас уменьшилось на 21 миллион. По налогу на имущество у нас уменьшилось на 42 миллиона. И по транспортному налогу немножко увеличение произошло на 10 миллионов. Значит, действующим законодательством установлено, что если у нас расчет произведен менее 100 рублей, то налоговое уведомление не направляется на каптильщику. В прошлом году это тоже правило действовало. То есть в прошлом году, если у налогоплательщика было менее 100 рублей, в этом году еще не достигло этого, то он опять-таки не получит налоговое уведомление. На сегодня в ТУВе сформировано 94 тысячи налоговых уведомлений, что на 33 тысячи меньше, чем в прошлом году. Большинство из них, а это 65 тысяч, будут отправлены в личный кабинет налогоплательщика. Налоговое уведомление будет приходить только в электронном виде, а на бумаге, почтовым отправлением налоговое уведомление им не поступят. Поэтому граждане, которые когда-либо подключаясь к личному кабинету и в силу каких-то обстоятельств потеряли, забыли пароль или не сменили его своевременно, просьба обратиться в ближайшую налоговую инспекцию и получить новый пароль. Либо, если имеется подтвержденная учетная запись портала госуслуг, то с этой записью можно зайти на сайт налог.ру, войти в личный кабинет уже с этой подтвержденной учетной записью от портала госуслуг. В личном кабинете можно увидеть как новое начисление за 2017 год, так и имеющуюся задолженность. Одним из нововведений этого года стали льготы по земельным налогам. Новая льгота предусматривает освобождение от налогов 6 соток земли льготных групп граждан, в которые с текущего года включены и пенсионеры. Также с 2018 года ТУВА переходит к исчислению налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Основное изменение по налоговым давлениям касается того, что туда теперь включено еще и налог на доходы физических лиц. Помимо имущественных налогов, теперь там будет еще и налог на доходы. За 2016-2017 года граждане, которые по каким-то причинам получили доход, и налоговые агенты с них не удержали, теперь, значит, будут платить по налоговому давлению. Отмечается, что упростился и порядок получения льготы по земельному, транспортному и имущественному налогам. Для получения льгот нужно обратиться в налоговую инспекцию и подать документы. Так, после процесса сбора информации, в течение трех дней налоговый орган должен сообщить налогоплательщику подтверждающее право на льготу.